В Украинской Хартии Свободного Человека говорится об основополагающих ценностях. И нам необходимо будет подойти к пониманию понятия ценности в их иерархии. Принято различать в человеке с христианской антропологической точки зрения тело, душу и дух. Дух, человек как бы трехчастен или трехуровневый. Как пишет апостол Павел, что он хотел бы, чтобы к пришествию Господню и наше тело, и наша душа, и наш дух сохранились в целости. А как же можно кратко характеризовать, чем отличается уровень телесности от уровня душевности до уровня духовности? Оказывается, отношение к ценностям. Телесный организм человека движен потребностями и их удовлетворением. И человек как особь, как биологическое существо движен потребностями и их удовлетворением. Но мыслящий человек, он классифицирует потребности. И еще древние греки разделили потребности человеческого организма на три категории. Первое. Естественные и необходимые. Потребность дышать, например. Дыши. Это естественно. Это необходимо для жизни твоего организма. А главное, что это и не предусудительно. Тебя в этом никто не упрекнет. Но есть вторая категория потребностей. Естественные, но не необходимые. Сюда еще древние греки относили и сексуальную потребность. Какое-то время останется удовлетворенной. Это ничего катастрофического для твоего организма не принесет. Как говорят, ничего с тобой не случится, не облезешь. Третья категория потребностей называется и неестественной, и не необходимой. Это потребность, например, достигнуть славы, известности, записаться перед телекамерой, прочитать лекцию. Они считали такую потребность и неестественной, и не необходимой. Но когда человек осознал это и поставил потребности под контроль, он перерос свое состояние как особи телесного организма, и он стал индивидом, душой. Потому что если ты сейчас, например, сидишь на лекции и слушаешь, и тебе тема лекции интересна, и материал интересен, но телесный организм может тебе сигнализировать, что ты перед этим не позаботился, не сходил в туалет, мочевой пузырь уже переполнен, а ты говоришь, ты же почти интеллигентный человек, за полтора часа с тобой ничего не случится, дослушаешь лекцию до конца, она интересна. Так вот, индивид, душа, движим интересами и подчиняет интересам свои потребности. В этом смысле, когда он контролирует потребности своего тела, он возвышается над собой, как над особью, и становится индивидом, индивидуальностью. Итальянцы даже говорят, форца персоналита, яркая индивидуальность. Но вот когда человек уже стал индивидуальностью, движимой интересами, личными или групповыми, или партийными, они тоже классифицируются, эти интересы, вот, и он вдруг даже свои интересы решил подчинить чему-то еще более высокому, чтобы перерасти состояние индивидуальности и стать личностью духовной. Да, вот это соотношение тела-душа-дух, особь, индивидуальность-личность. Так вот, личность движима, в отличие от тела, которое движима потребностями, и от души, которое движима интересами, личность движима высшими ценностями и идеалами. Какие высшие ценности? Действительно, справедливость, благородство, самоотверженность. Митрополит Антоний Сурожский однажды вспоминает, как он приехал к гимназистам с летних каникул. Отец его встретил и говорит, что тут из-за каникулы изменился, как-то что-то с тобой произошло, что с тобой произошло. Ну, а подросток-гимназист говорит, что могло с тобой произойти? Руки-ноги на месте, какой был такой и приехал. Он говорит, так если бы ты утратил руку или ногу, это, может быть, была бы не самая драматическая и трагическая потеря в твоей жизни. А вот если ты утратил честь и достоинство, то это может быть началом разрушения личности. Так вот, личность движется высшими ценностями и идеалами. Поэтому, когда сегодня стали чаще говорить о том, что мы разделяем европейские ценности, высшие ценности цивилизации, это значит, что перед нами поставили более высокую планку, и мы тянемся, и мы возвышаемся сами над собой. Растем над собой, перерастаем себя, и через это идем вверх. От телесного организма до индивидуальности и далее до личности, движимой высшими ценностями.